Музей В торжественной церемонии награждения приняли участие победители в номинациях «Городской и сельский музей» из 8 федеральных округов. А всего заявки на конкурс, который проводится в рамках партийного проекта «Историческая память», прислали более 3000 школьных музеев со всей страны. Хороший школьный музей не просто хранит свидетельства о великом подвиге нашего народа, он еще и мотивирует школьников, молодых людей на самостоятельное изучение истории и обеспечивает преемственность поколения. Конечно, создать хороший музей – это очень непростая задача. И я знаю, что многие из вас посвятили этому по-настоящему благородному делу значимую часть своей жизни. За первое место победители получают диплом, подарки и денежный сертификат на 500 тысяч рублей на развитие музея. Среди победителей – одна из школ Севастополя. Школа номер 4 имени Героя Советского Союза Астана Николаевича Кисаева, Героя Черноморского подводника, командира подводной лодки М-117 во время Великой Отечественной войны. В 2002 году наша школа добилась права получить имя Астана Николаевича. И на протяжении почти 30 лет мы с честью несем это высокое звание. На данный момент я провожу, как председатель музея, провожу мастер-классы. Мы готовим новое поколение подводников. Мы также приняли три класса уже кадетов. Это пятый, шестой, седьмой класс. Определяла победителей экспертная комиссия, в которую входил и директор исторического музея Алексей Левыкин. Я всегда буду помнить о том, что на школе, где я учился, висела табличка о том, что здесь формировалась Ростокинская дивизия народного ополчения. Я историк. Я прекрасно знаю, где легла дивизия народного ополчения из Ростокина. На берегах Днепра в 1941 году, защищая, так сказать, рубежи Москвы, защищая рубежи нашей Родины. Сейчас время нас все больше и больше отдаляет от тех событий, но мы все равно должны помнить о них, мы должны знать о них. И вот здесь ту роль, которую играют школьные музеи, краеведческие школьные музеи, она просто неоценима. В самом историческом музее в год 75-летия Победы развернута уникальная экспозиция. Она посвящена подвигу врачи в годы Великой Отечественной войны. Медицинские инструменты, фотографии, документальные кадры, рассказ о рядовых медсестрах и внесших огромный вклад в медицину в выдающихся хирургах. Вот эта икона была у него в операционной всегда. Среди них и один из самых почитаемых русских святых, архиепископ Лука Войн-Исенецкий. Во время войны он работал в госпиталях Красноярской и Тамбова. Рекомендации, изложенные в его очерках гнойной хирургии, спасли жизни тысяч солдат. Во время Великой Отечественной войны. Служба информации, Фонда Истории Отечества.